В России на легкую текстильную отрасль приходится более 40% всех непродовольственных товаров народного потребления. Текстильщики постоянно совершенствуют технологию своего производства, расширяя ассортимент и улучшая качество продукции. Несмотря на сложности, активно развиваться продолжают и камышинские текстильные производства. Нам, владельцам, учредителям, руководителям, конечно, задача привести предприятие в такой вид, чтобы пришедшая молодежь могла заработать на них деньги, чтобы у них это получалось. С теми командами, которые у нас сложились на обоих предприятиях, на наших двух соседских фабриках, я более чем уверен, мы сможем пройти абсолютно любые невзгоды, преодолеть любые препятствия. Глава города в своем поздравлении выразил уверенность, что накопленный текстильщиками опыт и их высокий профессионализм позволят преодолеть все испытания и достичь поставленных целей, продолжить успешное развитие производства. Несмотря на высокую конкуренцию и санкционные барьеры со стороны Запада, камышинские предприятия продолжают налаживать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, привлекать инвестиции и совершенствовать технологические процессы, отметил Станислав Зинченко. Хочется, конечно же, поблагодарить в первую очередь трудовые коллективы, которые сегодня работают, которые сегодня продолжают традиции, очень доброй и хорошей традиции текстильщиков города Камышина. Конечно же, слова благодарности собственникам и руководителями, которые обновляют, модернизируют производство, и мы видим, какие изменения, кардинальные изменения происходят на фабриках. Работникам предприятия Камышинский текстиль и обособленного подразделения ООО «Перкаль» глава торжественно вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Награды от губернатора и областного комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса лучшие в профессии получили из рук председателя комитета Натальи Стрельцовой. Вашими руками замечательными, благодаря вашему профессионализму выпускается такое большое количество продукции, без которой в нашей современной жизни вообще не обойтись никак. За период 2021 года легкая промышленность дала нам больше 7 миллиардов рублей оборота. Этот показатель превышает предыдущий более чем на 30%. Текущий год, несмотря на сложности, он опять показывает положительную динамику. Конечно же, я хотела бы отдельно слова благодарности ветеранам сказать, потому что ваш опыт, ваши умения, они сейчас очень ценные. Наталье Черновой, начальнику отдела организации труда фабрики «Перкаль» Наталья Стрельцова вручила почетную грамоту Министерства промышленности и торговли России. Предельщик Елена Козина и начальник отдела охраны труда камышинского текстиля Ольга Казарцева, а также мастер ткацкого цеха ООО «Перкаль» Алена Смирнова удостоились высокого звания почетный работник текстильной и легкой промышленности. Виновником торжества заслуженными наградами также стали почетные грамоты и благодарственные письма от областного парламента, председателя Камышинской городской думы и региональной организации Российского профсоюза работников промышленности. Творческие подарки преподнесли солисты и коллективы Дворца культуры «Текстильщик». Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Александра Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Александра Мойков, Камышин ТВ